МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения Чуаши и программа «Спортивные надежды», и сегодня мы поговорим о спортивной аэробике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это на соревнованиях мы видим блистательных гимнастов, которые с улыбкой на лице легко и непринужденно демонстрируют зрителям, силу, ловкость и гибкость человеческого тела. А как все это достигается и через что проходят спортсмены до выхода на помост, будем разбираться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти молодые люди не всегда были такими пластичными и грациозными. И дорога в большой спорт не всегда была устлана розами. В таком виде спорта, как спортивная аэробика, за внешней красотой стоит очень кропотливый труд. Это хорошо понимают спортсмены, уже имеющие имя. Сразу все очень понравилось. С первых же дней было очень весело. Я сначала, правда, занимался больше, ну, как начинающий спортсмен. И, ну, были такие сложности, конечно же. Ну, легче, наверное, всего, давалось больше растяжка. А тяжелее всего, ну, физические нагрузки. Так как был худенький очень, не такой, ну, славенький. Спортивную аэробику я выбрала, потому что это очень красивый и грациозный вид спорта. Невременно он очень сложный. Вот именно поэтому я выбрала этот вид спорта. Сначала было тяжело, но Оксана Сергеевна, профессиональный тренер, и она мне все научила. Оксана Дзьячук, президент Республиканской Федерации и по совместительству главный тренер сборной Чуваши. Наш вид спорта является сложным координационным видом спорта. Мы относимся к Международной Федерации Гимнастики наряду с такими видами уже, как спортивная гимнастика, художественная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте. Пока мы не входим в Олимпийскую семью, но в будущем это возможно. Для занятий любым видом спорта нужна очень сильная мотивация. В первую очередь Оксана Сергеевна, так скажем, заинтересовала, очень сильно мотивировала тем, что вид спорта очень зрелищный, интересный. Также нужна артистичность, чистота исполнения, как в гимнастике. Гимнастические элементы очень сложные. Республиканская Федерация по спортивной аэробике была аккредитована еще в 1992 году. На ее счету уже 19 мастеров спорта России, около 70 кандидатов в мастера спорта, причем сегодня в сборную России входит 5 спортсменов Чувашии. И это не предел. Спортивной аэробикой в республике занимаются более полутора тысяч человек. Основным местом их тренировок стала детско-юношеская спортивная школа города Чебоксары «Спартак». Именно здесь вырастают победители и призеры чемпионатов и первенств Приволжского федерального округа России, Европы и даже мира. Первая медаль была третье место, номинация группа, такой программы «Зайчики», что-то в этом роде было. Это Оксана Сергеевна готовила, и первая медаль была третья на первых соревнованиях. Первые соревнования были здесь, в Чебоксарах, в А2Ц детского и юношеского творчества. Я тогда выступал в команде. Мы в массовку, по-моему, прыгали. И третье место заняли. Вторые соревнования уже были первенства Приволжского федерального округа. И там тоже третье место в соло занял и третье место в паре. Сейчас эти ребята входят в сборную России по спортивной аэробике и защищают честь страны на международном уровне. И делают это достойно. Алексей Германов в свои 22 года является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. В секцию спорта аэробики его привлекли родители в 9 лет. Тогда они, возможно, и не задумывались, какой огромный спортивный потенциал заложен в их сыне. На данный момент хочу еще больше принести медали и республике, и стране, заниматься, воспитывать детей и продолжать обучение. Выступает Алексей Германов как в соло, так и в группе и паре. Его партнерша Екатерина Алюнова. Она тоже мастер спорта России. Екатерина – победитель международных соревнований по спортивной аэробике, которые в этом году проходили в Болгарии. Бронзовый призер чемпионата России. К стартам всегда сложно готовиться эмоционально, психологически. Но мы стараемся справляться со всем этим и идти только вперед. В ближайшее будущее мы едем на Кубок России, который состоится в городе Томске. Мы сейчас готовимся к этим соревнованиям. Многие ребята пришли в отделение спортивной аэробики после того, как увидели выступление взрослых спортсменов. Когда мне было 6 лет, я тогда была в первом классе, мы увидели в школе визитку в спортивную аэробику. Там был чемпион мира Алексей Германов. Я заинтересовалась и захотела туда пойти. Мама меня отправила. В первое время мне не нравилось, но потом я уже заинтересовалась более сильно. И сейчас я очень люблю ходить на аэробику. Занимается Маша уже 6 лет. На ее счету победа на первенствах республики, Приволжского федерального округа и различных всероссийских турнирах. Мне очень хочется стать многократной чемпионкой мира. И тренером сборной Чувашии. Хорошие стабильные результаты – это колоссальный труд и ежедневное кропотливое оттачивание элементов программы. Во-первых, надо очень строго следить за питанием, за диетой, потому что лишний вес всегда тяжело. То есть чем легче вес, тем легче ты двигаешься, легче прыгаешь и исполняешь движения. Подготовка к крупным мировым стартам длится где-то месяц-полтора вплотную. То есть мы уезжаем на базу, там тренируемся. Два-три раза в день, часа по три, по четыре. Да, ради двух-трех минут нужно много работать. Мы очень долго готовимся к соревнованиям. У нас есть и утренние, и вечерние тренировки. Оксана Сергеевна просит. Очень много на нас времени тратит. И всю программу мы разбираем, хореографию, элементы, все ошибки. Многие воспитанники школы аэробики уже сами тренеры. Они работают по всему миру – на Кипре, во Франции, Испании, Германии. Параллельно с тренировками Анастасия Мальцева занимается с детьми уже два года. Результат – пять спортсменов, вошедших в сборную республики. Отрежка карьеры я задумалась вот в маленьком возрасте. Мне нравилось, как Анастасия Сергеевна тренирует. Это просто была мечта, которая воплотилась. Помню первую тренировку немножко была, ну, как-то не в активе, может. Но очень нравилось с детьми работать. Но они были совсем маленькими еще. Сейчас они уже сборные некоторые. В этом году с желанием тренировать детей загорелся и Алексей Германов. Захотел уже попробовать себя в тренерской деятельности, то есть передать свои знания, то, что я умею научить чему-то, чтобы в будущем постараться вырастить способных и сильных спортсменов. Перспективы есть, да, уже первые результаты появляются. Детишки, которые вот приходили месяц-полтора назад, они, допустим, на шпагатях не сидели, уже садятся. Спортивная аэробика в Чувашии развивается стремительно. Два чемпионата России, проведенные в столице Чувашии, получили хорошую оценку представителей Всероссийской Федерации. В сборной России много ребят, представителей Чувашии, во всех возрастах, и в 12-14, и в 15-17 лет, и во взрослой команде. Очень хорошие спортсмены. В таких условиях тренироваться, я думаю, что результат показывают они, именно потому что хорошие условия созданы для развития этого вида спорта. Хотел бы поблагодарить город Чебоксары за прекрасное проведение. Всероссийская Федерация доверила этот старт, и он оправдался. Это далеко не последнее соревнование по спортивной аэробике всероссийского уровня, которое довелось принимать столицу Чувашии, заверила президент Республиканской Федерации. На сегодняшний день мы уже провели все самые высочайшие соревнования российского уровня, и теперь мы будем просто держать эту пальму первенства. Этот год, 2017 год, я имею в виду, мы возьмем немножечко тайм-аут, но мы также будем проводить всероссийские соревнования, которые у нас стоят в едином календарном плане всероссийских мероприятий. Вот, а я думаю, что через год мы уже возьмем Кубок России. Вот, ну и будем всегда на высоте, я так думаю. Шанс быть на высоте есть у каждого. Отделение спортивной аэробики столичного «Спартака» готово принять всех желающих. Я всех хочу пригласить к нам на занятия любого возраста абсолютно. Почему? Потому что мы не ограничиваем детей. Все к нам звонят, и мы приглашаем любой абсолютно. Мы не делаем никакого отбора, никакого тестирования. Мы любим работать со всеми детьми. С трехлетнего возраста мы уже вас ждем. И я думаю, что до 80 лет вы к нам можете смело приходить. Добро пожаловать! Впереди новые старты, новые победы и новые выпуски нашей программы, где мы продолжим знакомить вас со спортивными надеждами нашей республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова